Ребята, если вы хотите, чтобы сегодня вышла вторая серия, то есть две серии за один день, всё, что от вас требуется, это просто поставить лайк. То есть, если мы набираем на этой серии 500 лайков, то сегодня выходит ещё одна серия. Получается, что две серии. Выйдет она или нет, зависит от вас. И зависит от вас ещё то, сколько серий выйдет в один день. Всем приятного просмотра. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Слава Эдисон. Мы продолжаем играть Минкрафт, Сэмон и Пиксельмон, и добро пожаловать в наш пятый сезон, в 30-39 серию. Да, кстати, в следующей серии мы уже будем выкидывать людей с музея, которые давно не комментируют. И у меня, в принципе, уже есть пару людей на примете. Но я ещё, если честно, даже не знаю, сколько людей у нас вылетит с музея. Но у вас, можно сказать, последний шанс в этой серии оставить комментарий или возвратиться к комментариям. Потому что в следующей серии вы, получается, вылетите, если не прокомментировали минимум, нет, максимум 3 серии подряд, да? Так, а пока ночь, меньше болтовни... Твою нафиг. Меньше болтовни, и мы побежим быстренько захреначим Бишарпов. Потому что нужно прокачивать наших покемонов, да, пока ты спустишься, это с ума сойти можно. Так, нам надо прокачать наших покемонов, ребята, пока ночью. Мы не будем терять время, мы лучше быстренько сюда побежим и сразу прокачаем всех покемонов, кто нам нужен. Ну, конечно, если успеем, да? Да пофиг, то есть. Дальше. У нас Пигнайт 31 уровень. Ребята, ему нужно еще 4 уровня, чтобы мы его выложили в компьютер. Класс. Потом я его покажу, давайте сначала боссов убьем, пока они не пропали. Я надеюсь, они тут, они в земле. Опа, один тут. И, в принципе, знаете, что, ребята, я так думал, как только мы вернемся до... Нет, у нас кончилась эта атака, хотя мы и так... Чем мы и так, я думаю, да, убьем. Так, ладно, поке, поке, хил. Это кто быстренько? Клифферий, еще, еще одна Клифферий. И там еще и Бишар. Опа, попадем, снайпер, нет. Почти, почти, попали, нифига себе. Почему он залагал как-то на 3 секунды и видели, ребята? То есть, я кинул, попал, но он залагал на пару секунд. Ну, напад... Нет, не хочешь нападать? Ну, там еще один. Я не знаю. Давайте сначала Бишар поубьем. С Бишар побольше опыта, если честно, идет. Хотя, это же босс. Фиг его знает, если честно. Ребята, с Бишар побольше опыта идет или... 1400? Прикиньте, даже с Бишар побольше опыта идет. Ну, хотя, знаете, это тоже, наверное, зависит от вида босса. То есть, от каких-то желтых, наверное, еще больше опыта идет. Так, тебя не знаю, тебя мы вряд ли сможем эртквиком ударить. Да. Зато Мадиватором мы тебя... Нет! Твою мать! А сейчас кем? Эмбуар, пожалуйста. Твою мать! Эмбуар, ты вообще чудик какой-то. А вот... Вот тут мы уже хрен, если честно, что сделаем. Да. Ладно. Был бы у нас фулл ЭХП. С Вампер, мы бы его легко убили. Но, как видите, он был у нас... Пару ЭХП там у него было. Поэтому мы и не убили. А вот так? Иди сюда, чудик. А вот сейчас? А вот сейчас что ты сделаешь? Я надеюсь, что ты ничего не сделаешь. Да, в принципе, все, ты уже ничего не сделаешь. Замечательно. Ух, нифига себе, там еще сколько всяких вещей повыпадало. Ну, конечно, лучше бы ЭХП-шер выпал. Потому что он нам нужен, но... Опа, вот так. Замечательно. Это у нас там кто? Гравеллер. Давайте, знаете что, давайте уже, в принципе, их оставим. Один уровень, ребята, остался. Ох, как ты, как ты замечательно заспаунился. Прямо передо мной. Ребята, прикиньте, мы только начали серию. Мы уже прокачали Эмбуара, я надеюсь. Да, все, мы его прокачали. Знаете, тогда еще ночь пока не кончилась. Кого бы прокачать, ребят, как думаете? Снайли. Сейчас Фила будем прокачивать. Знаете, почему мы сейчас не будем прокачивать Зубата? Потому что нам нужно пойти домой. Нам нужно пойти домой. И взять на него... Да ты ж... И взять на него шапочку для прокачивания счастья. Поэтому сейчас мы его не будем прокачивать. Зато других покемонов мы, в принципе, смотрели, сколько уровней. Прокачали. Опа, уже и Снайви эволюционирует. Класс, ребята. Следующим травяным покемоном у нас будет Лифион, как я уже сказал. То есть мы возьмем Иви и эволюционируем в Лифиона. Ну, конечно, это будет тоже немного... Немного тяжело, потому что она эволюционирует только возле камня, а Раркенди у нас нет. Поэтому нужно будет как-то постараться оставить ей там прям, знаете, чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть эксп, чтобы потом возле камня убить любого покемона и чтобы она эволюционировала. Опа, опа, как ты отлично заспанировался. А там еще и Гравеллер. Ну, точнее, Джиудуд. А может там Джиудуд просто по приколу словить даже не Шайни, а просто, потому что у нас, если честно, даже обычного нет. Так, замечательно. Сейчас мы с Фила прокачаем. Там Шайни! Ну, кто, кто, кто это может быть Шайни? Только Мэджикар, походу, мне-то кажется. Ай. Гу-гу. Гулдин, ребята. Если нам удастся ее словить, это будет вообще класс. Только я не вижу, где она. Ага. Стандартная нахрен сетка. О, нифига себе, как попали. Быстрый даст бол, пока еще ночь. Быстренько, быстренько, даст болчик, поднажми свои... Поднажми свои, не знаю, что сказать. О, ну зато ладно. Ты и так, крутой, ты сразу словил. Замечательно. Глядя ли, мы еще кого-то успеем убить, если честно. Ну, хотя, может еще двух, двух-трех вот этих бишарпов запинаем. С Фил тоже уже 31-й, зато мы уже МБАРа можем выкладывать, уже прям сейчас, когда вернемся домой. Так. Нет, не убей, пожалуйста. Не надо бить, не надо... Твою мать, а. МБАР, выручи. Я прошу, выручи. Я тебя, я тебя прошу, МБАР, не надо умирать. Ху, замечательно. Ты, ты классный. Так. Да, пофиг. Опа. Опа, опа, опа. И с Фил уже эволюционировать. Значит, мы его прокачаем, ребят. Да, какое мы его прокачаем? Если он эволюционирует на 32-м, да? Тогда фиг его знает. Ну, где-то к 40-му или чуть-чуть даже больше. К 45-му. Это вроде его... Хотя фиг его знает, ребят. Потом посмотрим, не будем пока загадывать. С Олео, да? Там у него вроде еще одна эволюция. Поэтому вот так. Все, пропали уже все Бишарпы. Поэтому, ребятам, мы возвращаемся домой. Так, сначала еще покушать. Покушаем. И домой. ТП. Зато, ребята, за эту серию мы прокачали уже МБАРа. То есть мы его уже можем нафиг накладывать. Быстренько. Быстренько, быстренько. И Сервайн уже 24-й. В принципе, тоже круто. Как бы я хотел Экспешейр. Ну, фиг он выпадает, если честно. Чимчар, ты где? Ты где? Где-где-где-где? Вот Чимчар, ребята. Класс. Фух. Ух. Вот это все бы выложить в наши сундуки. Потому что много... Много даже тех же... Залагал чуть-чуть. Вот этих вещей мы добыли в предыдущей серии. А знаете что? А есть ли... А есть ли у нас есть? Хотя это вроде не подойдет. А почему тут пропала вот эта фигня? Я ее не удалял. Магия какая-то нахрен. То есть вот эта рамка пропала. Я не знаю даже почему. А знаете что нам нужно, ребята? Нам нужно джунгельское дерево, чтобы посадить фрукты. Давайте... Я не знаю, ребят. Может сейчас, в принципе, пойдем быстренько нарубим фрукты. Ну, в смысле, саженцы. И как раз пойдем в джунгли. Может еще даже кого-то и словим. Так, ну ладно. Тогда сначала, что нам выложить нужно? Что нам сначала выложить нужно, чтобы хотя бы немного... Ой, не туда. Чтобы хотя бы немного очистить инвентарь. Где-то сюда. Да, вот это лучше оставим. Что еще можно выложить? Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Вот это. Если у нас же... Да нет, у нас саженца нету. Я просто так смотрю. Вроде нету. Поэтому, ребят, там еще и босс. Поэтому нужно идти. Да, в принципе, это недолго. Давайте пойдем два саженца выбьем. Или там хотя бы парочку. Мне кажется, как раз хватит. Так, кто это у нас? Кто там босс? Кто там босс? Маджикар? Маджикар. А в конце серии мы добавим еще одного подписчика на... Эмбуара. Так как, в принципе, мы его вылицинировали. А в следующей серии, ребят, еще раз повторюсь. В этом приготовьтесь. Ну, в принципе, есть и такие люди, знаете, которые уже 100% знают, что они не вылетят в музей. В принципе, так и есть там пара людей, которые комментируют. И они, можно сказать, точно не вылетят с музея. Но те, кто уже прекратил комментировать где-то на 30-й серии, уже миллион процентов вылетят. Потому что они уже комментируют, можно сказать, больше, чем 3 серии. А максимум это у нас только 3 серии. Так, ну, походу, нам в этом сезоне больше экспрешерен не давит. Так, босс какой-то подумал. Хватит тебе, Эдисон, один экспрешерен на целый сезон. Качайся. Перекладывай его на покемонов, да? Хватит тебе один. Так, ладно. Ребята. Дайте я быстренько найду текст. Потому что тут координаты, знаете, вот такие вот в этом джунглях офигенные. Давайте сразу же выключим. Потому что в джунглях тоже глючит. Хотя я не знаю, рубит ли вот это большое дерево, что ли. Как думаете? Стоит ли? Долго будет. Но давайте попробуем. Почти. Во. Больше, конечно, дерева выпало, чем саженцев. Но, в принципе, это так и должно быть, да? Я так понял. Не, ну, в принципе, так и должно быть, да? Но круто было бы, если много саженцев выпало. Хотя с одного дерева и так нам нормально выпало. Сколько нам выпало? Шесть саженцев с одного дерева, это уже круто. И больше, чем стак дерева. Офигеть, ребята. Ну что, кого бы ловить? Я хочу мьюту. Ребята, давайте все вместе. Мьюту нахрен. Мьюту. Спамься. Так. Трук-трук-трук. Левел-больчик, залезай. И не вылезай, Эмолга, давай. Потому что нам нужно сейчас как-то начинать уже, знаете, какую-то большую охоту. Так, Эмолга, не блатуй, залезай и там кайфуй. Давай. Хоу, рэпчик, Эмолга, давай. Опа. Залазь. И не выкабеливайся. О, видите, как... Для каждого покемона нужен свой подход. Ребята, это опыт. Это все приходит с годами. Это просто так нельзя. Это опыт, ребята. Для каждого покемона есть свой подход. Кому-то рэпчик зачитать, кого-то поуговаривать, кому-то поугрожать. Это, ребята, это нужно много тренироваться. Так, ладно. На Аарон, Эмолга, Дактрио, Диглит, Чатот. Ча-Ча-Чатот, ты... Ненавижу. Ну, не то, что ненавижу. Он настолько... Ловится плохо, что с ума сойти. Смотрите, сейчас мы на него... Потратим миллиард вот этих левел-болов. Ча-тот. Я не знаю, вот для кого... Для кого, но для Чатота. Я тактику не знаю. Ча-тот, я тебе сейчас... Нахрен все пальцы твои переломаю. Или че-то там у тебя крылья, если ты не залезешь. Я отвечаю прям ща. Переломаю все пальцы. Крылья. О, видите, этому нужно поугрожать. Тому нужно рэпчик почитать. А Псайдаку че нужно? А че Псайдаку нужно? Может, сказку прочитать? 31 уровень. Я не знаю, что ему нужно. Сказку? Если с первого кьюкбола не словится, тогда ему сказку прочитать нужно. О, нет, словился, значит, это нормальный покемон. То есть, обычный покемончик. Что тут такого? Ребят, мы в этой серии уже трех покемонов словили, хотя мы шли... Хотя мы шли за... За саженцем. Лайрон. Одиш. Одиша я бы словил, если честно. Но я жду, пока заспанится Шайни Одиш, если он, конечно, заспанится. Псайдак. Сивадл. Сивадл, ну, пока что не хочу, если честно. Шаг. О, обновились покемоны. Это нужно смотреть. Нужно смотреть, конечно же. Хотя нет, мы в этой серии четырех... Четверых покемонов словили. Тропиус. А если словим Тропиуса, ребят, то это вообще будет... Тро... Тропиус. Ребята, в этой серии, можно сказать, что эта серия даже... Охота. Потому что мы словили Шайни Гулгина, мы словили... Чатота, Псайдака, еще кого-то. И, в принципе, если повезет, то сейчас Тропиуса словим. А может, Тропиусу нужно зачитать сказку? Ща посмотрим. Ща посмотрим. Хм, Тропиус. Я не знаю, может, ты сказочку хочешь? Или... Или... Какой, ребята, подход ему нужен? Фиг его знает. Это трояной покемон. Он такой весняшный, походу, должен быть. Три чувихи у окна. Я ленитки. Нахрена вдруг одна из них сказала? Если б круто я стояла, я б конкретно для братвы нахрен начал обжратвы. Ну, короче, вот, ребята, я еще один подход нашел. Можете себе записывать. Чтобы словить Тропиуса, нужно зачитать ему сказочку. Так. Ребята, ребята, мне уже книжку, знаете, можно сочинять. То есть, Эдисон, как словить покемона? И там способы все. Опа, Басяндра. Басяндра. 30-32 уровень Сала. Я не знаю. Тут ты паскуда, а? А как назло, я заменил Эмбуара. Твою мать. Эмбуаром мы бы его вообще захреначили очень легко, потому что, в принципе, огненный, да? Но я его убрал. Жопошника. Вот твою мать. А все, ребята, тут уже мы, в принципе, никем никого не убьем, как я понял. Если он ваншотнул, ну, в принципе, хотя не ваншотнул, потому что там было где-то пол жизни у нашего свамперта, но если бы он его не убил, то, в принципе, мы бы его, наверное, убили. Хотя, фиг его знает, на него же Эртквик, походу, не должен действовать, потому что это летающий покемон в какой-то... Хотя, в принципе, как в какой-то степени. Он же летающий. Поэтому, хрен бы, мы его убили. А Гундурас, хрен, его тоже убьет. А про Зубата, в принципе, я вообще молчу. Опять я Зубату забыл одеть. Нет, не умирай, не умирай, я тебя спасу! Труп юши, я тебе... Юши, какой нафиг Шани, босс? Да ты чё, паскуда, охренел? Да ну нафиг. Да ну нафиг, это бред даже. Один сала ему нормальный урон наносит. Но, если убивают сала, тогда мы ничего не сможем сделать. Вот паскуда. Ууу, Гундурас, ты вообще сильный! Охренеть, вот затащил, затащил так затащил. Так, ладно, отлично. Ребята, кого бы еще словить? Кто тут есть? Трико. Ну, Трико был... Не было бы у нас Трико, я бы, конечно, обрадовался, но Трико у нас есть. Анжела, ребята, кто заскучился по Анжеле? Анжелка, старая знакомая, где ты бродила? Ща мы тебя попробуем запинать в наш покебольчик, точнее, в левелбол. Да, вот, залазь, Анжелка. Анжелка, миленькая ты наша, кучерявая, Анжелочка, не выкобыливайся. Анжелка, ты, походу, Динамо, как я понял, кидаешь всех подряд. Анжелка, пожалуйста. Анжелка, эта тварь вообще, походу, я не знаю, ребят, какой к ней подход. Ее уговариваешь, она не хочет. А может, ты, паскуда, залазь-ка в кикбол, а? Нет, тоже не подходит. Хм. Хм. Залазь в кикбол, или нафиг родителей в школу. Ты меня поняла? Нет, тоже не подходит. Хм. Левелбол не действует. Ну, паркбол, это, я миллиард процентов не буду на Анжелку использовать. Ну, левелбол, ну, че ты, чукча? Нам вообще похрен на Анжелку. Словишься, не словишься. Да иди ты в жопу, Анжела. Тоже не подходит. Хм. Ребята, какой бы еще способ на нее? Может, может, ну, фиг его знает, честно. Станешь в угол, если не залезешь. Честно. Ремнем по жопе. Три подхода по десять раз. Я тебе отвечаю. О, во, вот, как ей нужно. Ее как ребенка, в угол, зараза. Или по жопе. Короче, вот так. Кто там у нас еще дальше есть? Мью, выходи погулять. Мы тебя заждались, если честно. Кто хочет Мью? Я хочу. Дроузи, нет, 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 нет. Мы в данной серии только жуков ловим, только кого мы еще ловим? Травяных. Опа, яички, 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 идите-ка сюда. Яички, если вы не залезете в Даскбол, я вас нахрен на омлет поросквашую. Пожалуйста. Нет, яички. Ладно, не омлет, а тогда может что-то другое там хрен не узнает. Я не знаю тогда. Я не знаю, ребята. Ну что вы выкобыливаетесь, ведь что, протухшие яйца? Давайте-ка по-нормальному залазьте в Даскбол. Вот яйца гнилые, а? Может, может, может. Я вас тупо разобью, да и все, сейчас в пол, если вы не залезете. Вот. Что за, что, что за хрень? Я даже не ударил яйца. Но зато я выполнил свои обещания. Сказал, что я их разобью в пол, если они не залезут? Я их разбил. Не знаю как, но... Яички, яички, погодите, яички. Ну что ты, кучка яиц, давай залазь. Вы что, протухшие? Или нет? Если нет, то докажите это. О, вот. Вот как с ними нужно. На слабое, знаете, брать. То есть, вы что, нахрен, протухшие, что ли? И они сразу залазят. Ребят, записывайте, записывайте. Это действительно какие-то фиктивные тактики. А как Мью заспавнить? Хоть, хоть убейте, не знаю. Как заспавнить Мью? Можете тоже поугрожать? Нет. Ну это вряд ли, это же Мью. Что за хрень? А какое-то дерево странное. А, это похоже, я понял. Но это нам не нужно. Хм, Мью, ну, ну выйди погулять, что ли. А мне говорили, бананы, точнее, бананы растут где-то возле, возле озера в джунглях. Опа. Опа, свампер. Затащи. Затащи, заразу. Может, да? Хотя нет, не может, а затащили. Так, Ну что, давайте проверим возле водоемов. Сина, есть ли тут бананчик или нет? Или ананасы? Пинсир. Пипинсир. Пипинсир, ты где? Злась, доскбол, или пипиську мы тебе твою отрежем? Ха-ха, чё, не веришь, а ща увидишь. Пипиську отрезим, пипинсиру. Пипинсир. Пипинсир, я знаю. Пиписька, залазь, пожалуйста. Будь нормальной, пиписькой. Пожалуйста. О, вот, классная пиписька. Так, ладно. Полетели, полетели, полетели дальше. это кто? Вирли, пед, ты пед, педу верли. О, это будет у нас педу верли. Это будет пиписька, это педу верли. Педу верли и пиписька, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, пошутил. Опа, мы педу верли словили. Кто там хреначится об стенку? Охрен, я узнаю, что он там хочет. Ребята, это реально глобальная охота. Кто ее давно ждал, добро пожаловать, потому что в этой серии мы столько покемонов новых словили, что еще такого... Ну, просто подумать, еще такого никогда ни в одной серии не было, что мы за одну серию ловили около десяти покемонов. Ананасики, бананасики, банантики. Я бы тебе еще вот этого бы словил, но я не знаю, для него подход. Венонат. Венонат, Венонат. Я не знаю, ребят, честно. Нет, молчание тоже не подходит. Ну, тогда может... Я уже не знаю, у меня уже подходы все кончились. Венонат, смотри, какая жопа красивая у свамперта. А? Понравилось? Понравилось. Раз залез, значит, понравилась жопа у свамперта. Мы тебя раскусили, нафиг. Так, и для Веноната мы тоже подход нашли. Сейчас бы еще бананчики найти или ананасики. Тоже было бы круто. Но что-то я их вообще не вижу. Ни на земле, ни на деревьях. фиг его знает, честно. Может, они редкие, потому что я их реально не могу... Ну, сколько мы уже их ищем, я не могу их найти. Опа! Зато что-то другое нашли. Я не знаю, нужно ли нам вообще вот это и... А нахрена я верлипеда словил, если я мог винипеда словить? Ох ты, педуверли, педуверли. А это будет педувени. Винипед, педувени, педуверли. Опа! Но зато, хорошо, ребят, мы потом удалим... Опа! Да похрен, знаете, как-то. Мы потом удалим педуверли, потому что я забыл про педувени, да, или как он там называется? Про его первую эволюцию. Так. Да хоро, у меня стрелять, я добрый. Опа! Опа! Ух, какой большой, какой большой лут! Я прям обожрался вот этого лута, если честно. Так, ну что, ребят, уже истерия долгая, Мью все-таки не выходит на прогулочку. Вот паскуда, Мью, пожалуйста, в последние минуты серии, может, выйдешь? Мы тебя все просим, да, ребята? Пожалуйста. Или ты ночью не спавнишься? Ты же Мью, ты же всегда должна спавиться, ха-ха-ха. Бананчиков нету, я вообще не знаю, спавнятся ли в джунгах вообще какие-то нахрен фрукты, потому что большинство фруктов мы просто-напросто нашли в этом. Мы нашли, так, я просмотрю, кто-то еще есть, нет, мы нашли в саванне, а в джунгах мы, если честно, вообще еще, да не вообще еще, вообще нафиг не нашли никакие еще фрукты. Охренеть. Замечательно. Какие-то бесфруктовые, знаете, джунгли попались, бесфартовые, бесфруктовые. Мью не спавнится, фруктов нету. Может, тут что-то будет, порадуешь нас, нет? Нихренасченьки нету. Хорошо, что крылья есть, а то бы летали, тут хрен его знает сколько. Я чувствую, я чувствую, сейчас Мью заспавнится, жопой чувствую. Или, может, жопа подводит чутьем своим, но, но, если, а прикиньте, сейчас заспавнится, у меня какая-то тогда вообще волшебная жопа будет, раз она чувствует, что сейчас Мью заспавнится. Хотя это вряд ли, вряд ли. Я ошиблась. Не, не может такого быть. Не. Я не знаю, ребят, в принципе, мы словили Райкоу, наверное, нам сезон так же сказал, хватит тебе одного легендарного, да и все, так же, как с одним экспешером. То есть, хватит тебе, Одесса, один экспешер, иди гуляй. Больше не дам, да? Походу, вот так. Опа. Идите в пупу. Опа. А, мне уже, мне уже показалось какое-то это дерево с фруктами, но хрен. Но хренушки, 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 головантула, не нужна ты нам. Я сказал, не нужна, чё ты нападаешь, а? Ну чё ты, ну чё ты? Опа. А вот это нам нужно, ребята, ребята, ребятушки. Что мы можем вообще нафиг сюда выложить? Вот. Стринг. Ганвантула. Знаете, зачем нам нужна Ганвантула? А затем, что с неё падает, сейчас, опа, а затем, что с неё падает нить, а нить нам нужна для того, чтобы сделать себе большой бэкпак, потому что уже, уже столько людей мне писало, Эдис, сделай себе большой бэкпак, ну пожалуйста, ну да ладно, я себе сделаю, но только тогда, когда найду себе, в принципе, достаточное количество нити, потому что там нить нужна, чтобы переработать вот эту фигню, ну то есть, кожу, да, а её у нас, к сожалению, нету. Так, опа, опа, опа. Я там вижу, я там вижу, нет, показалось, я не вижу, а может и вижу. Нет, Фореста Форест, но нам нужна Флавер Форест, или как он там называется, вот, вот это чуть не упустил, а кто это вообще? Дроузи! Наш, наш розовенький друг Дроузи, Шайни, потому что, если он Шайни, он вроде розовый, да, я в этой серии, знаете, ребята, ну прям, жопа чувствовала, но только не спаун в мию, а чувствовала спаун Шайни Дроузи. Вот, а зачем я нахрен Даскбол кинул? Я что-то затупил, может случайно? А, а знаете почему? Потому что на начале серии я смотрел на Дроузи, я хотел его словить, но я такой подумал, мя, не хочу, я хочу Шайни Дроузи, потому что он прикольно выглядит, и, еще ж, ни хрена себе, ха-ха-ха, какая-то жопа, ты прям чувствуешь, потому что, знаете, я такой хотел, думал точнее, я хочу Шайни Дроузи, мя, не хочу обычного, и знаете, как раз под конец серии он заспанился, вот ты мелкая хренатей, ну и как мы должны в это попасть, как мы в этот, нахрен, не знаю, как это назвать, мизинец какой-то маленький, Спироу, ты не выкобыливайся, а то я ща переназу пипинсера, и ты будешь у нас пипинсером, да как я должен попасть в эту хрень, а, ну умри еще нахрен, ты че охренела, охренела точнее, Спироу, ты не вынуждай меня включать снайперский прицел, а то ты меня знаешь, иди ты в жопу, я ща просто забью, домой пойду, вот наконец-то, офигеть, левелбол, залазь, Спироу, ты че, ты че, ты че, а ну сюда подошел, а ну сюда, Спироу, быстро, быстро, вот как с ним нужно, пособие Эдисона для начинающих, можно и так сказать, ха-ха-ха, так ладно, че у нас тут есть, а уже у нас ничего тут нету, ребята, мы словили, мы словили большую, давайте посчитаем плюсы этой серии, мы словили большое просто нафиг количество покемонов, вообще мы пойдем домой и посчитаем и посмотрим кто, это во-первых, во-вторых, в следующей серии у нас глобальная очистка музея, и в-третьих, если у нас глобальная очистка музея, то на те места, которые освободятся, я добавлю новых подписчиков, если, конечно, там еще кто-то будет в блокноте, но я потом посмотрю, то есть и тех покемонов, которых мы словили в этой серии, я тоже добавлю в музей, но только в следующей серии, то есть следующая серия будет полностью посвящена по ходу музея, потому что раз мы будем всех очищать, раз мы будем добавлять новых покемонов и новых подписчиков, то, знаете, вряд ли нам хватит парочку минут, чтобы это сделать, там, в принципе, мне кажется, много времени нужно, ты че ему по задницу залез? Иди сюда, паскуда, ты спрятаться хотел, хрен тебе нафиг, пиджи, да не нужен нам пиджи и третий уровень, нам нужен вот этот пиджи, вот, свампер, давай, иди погуляй, опа, опа, так, че там выпало на землю, офигеть, у нас уже и места нет, у нас, извиняюсь, у нас просто уже нихрена нету, фу, ням-барам, 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 че бы выкинуть, ну, давайте, вот это да и все, ребята, все, мы топаем домой, быстренько, ой, там у нас вроде, да, есть, быстренько посмотрим, 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 каких покемонов мы вообще словили в этой серии, а если честно, мы нафиг большое количество словили так сначала давайте да не хочу я туда да твою что эти сюда быстро быстро вылечи всех хотя все вы личные кроме санкета ну да ладно ладно ребят как что мы сделали в этой серии мы прокачали мбуара заменили его на чем чар мы словили офигеть то есть на начале серии было вот где-то до сюда до сюда до сюда было ребята на начале серии было до сюда за одной серию мы словили гулдин один покемон эмолга 2 покемона чат 3 покемона псайдак 4 покемона тропеус 5 покемонов анжелка 6 покемонов яички всем покемонов пипис пипинсир 8 покемонов вот педу вели мы удаляем 678 покемонов розовенькие друзей 6789 покемонов вину над 10 покемонов педу вене 11 покемонов и шайни спиру 12 покемонов на хрен за одну серию когда мы такое делали это это просто охренеть ребята я думаю вам понравилось это серия потому что меня уже многие просили опять пойти на глобальную охоту то есть на большой охотой принципе этим мы занялись хотя если честно вообще не планировал но получилось так что мы пошли в джунгли словили практически всех покемонов которые там обитают это принципе очень круто ребят еще раз напоминаю что следующей серии это у нас очистка музея добавления 12 новых покемонов и также замена подписчики в подписчиков которые уже перестали комментировать на тех подписчиков которые активно комментируют ребята всем спасибо я вас всех люблю за то что вы комментируете и и именно тех кто много комментирует я и ставит лайки это мы заканчиваемся нет я запутался ага ладно короче ставьте лайки подписан мой канал всем за просмотр всем удачи и всем пока